С кадрами сейчас все в порядке после этих нововведений по зарплатам? Автобус-водители у нас с автобусом и с районами прекратились. Мы столкнулись с другой проблемой, понимаете, у нас очень большой раздесбаланс по зарплатам. У водителей спецтранспорта зарплата осталась практически на том же уровне, когда она и была, порядка 17 тысяч. А водители в автобусах и троллейбусах? Кратный человек, да? Я все-таки пока не услышал, что не конкретно водители автобуса. Конкретно водители автобуса, а только не произошел. Подошел, произошел приток и водители троллейбуса и автобуса. То есть, когда вопрос, он более решен, так? Скажем так, конечно. Тогда сколько мешает решить вопрос по маршруту номер 7? Еще раз, давайте не будем пустать. Мы не обслуживаем непосредственно маршрут номер 7. В Балаково электротранс автобусы не осуществляют перевозки по 15 маршрутам и пригородам маршрутам и троллейбусам. В 7, 5, 9, 9, 21, 22 маршрут перевозки осуществляют индивидуальные предприниматели в рамках договора товарищеского. Главным товарищем является Балаково электротранс. Все, вот как говорится. Я и говорили, и не надо. Поэтому, когда говорить о том, что я не работаю по 7, 5, 9, 22, не надо лукарить. Я не работаю. Вы организуете работу по этим маршрутам. Если по 15-му вы никого не пускаете, вы работаете там, потому что вы по аукциям выиграли, то основные маршруты вы выходите в составе товарищества, где вы являетесь основным участником товарищества. Поэтому несете 100% за ответственность за качество обслуживания маршрута. Тогда коллегиально, а не 100%. Ну вы между товарищами разбираться будете. Жить некий. Просто тут надо объяснить, что обслуживание 7 маршрута не совсем завязано на ту зарплату, о которой мы сейчас говорили. Вот так же существовать. Вот так. Потому что там работает, да. Когда будет это 1-й следующего тонна на 22-й год? Меня интересует конкретно 7 маршрут. Это будет через 3,5 года, если вы видите, ну вот как это будет аукционная комната, я не знаю. Да давайте говорим. То есть там 5-летний контракт? 5-летний. Какие, значит, у нас на данный момент есть пути выхода из создавшей ситуации? Что маршрут номер 7 работает крайне плохо. Пути из выхода из создавшей ситуации можно менять область маршрута 5 в городе. Она, вы прекрасно понимаете, маршрут номер 7 скоро существует. С каких примеров? Ну, я думаю, очень там. Очень там. Когда жили в 2-й вокзале, где у нас был? Прямо в 2-й вокзале. У нас был на 2-й вокзале. Вот это у нас. Какие вопросы тогда? Там осталось 3 дома, понимаете? А маршрут номер 7. Там живет 400 избирателей. Я не знаю, что там... 400 граждан и 600 людей. Там достаточно много сейчас живет детей, потому что там жилье достаточно доступное. И им приходится каким-то образом попадать в основную гору. В детские сады, в школы, в магазины, аптеки. Отделение Сбербанка и так далее, и так далее. И такие же наши люди. Тогда я хочу от вас услышать какие-либо предложения на сей счет. Чем мы, депутаты, можем здесь задействовать и помочь. Потому что ситуация уже не первый год с маршрутом номер 7. У нас вот этот вот кусок, получается, транспорт на отрезку. Касаемо общественного транспорта. Каждый год мы с вами работаем на рабочих группах и так далее. Достаточно серьезные, на мой взгляд, средства субсидируют баллы электротранс и вообще в перевозке людей. А вот этот момент, на мой взгляд, плохо освещен. Он ничего не сделает. На сегодняшний день в городе Балаково заключен контракт. Да, первоначальные поселения на обслуживание всех маршрутов. Причем они заключены на нерегулируемый тариф, то есть без субсидирующего бюджета. На сегодняшний день тариф установлен для 23 рубля, который установлен для 15 маршрута регулируемый. Ну и соответственно, остальные маршруты его поддерживают. На сегодняшний день он крайне низок. С учетом льготников, на которые государство платит 11 рублей, средний тариф по городу Балаково 17 рублей. В 17-м году есть стоимость проезда одного среднего пассажира. Пока этот тариф будет существовать и пока не будет механизма финансированных перевозок из бюджета торговых уровней, мы можем тысячу раз менять маршрутную сеть города Балаково. Можем семерку завести, там я не знаю, седьмой микроорк, через новый мост. Да как хотите возвестись, ни один маршрут в городе Балаково арендабелен не будет при таких низких тарифах на проезд и отсутствии субсидирующего бюджета. Если по 15 маршрут, хотя и 15 маршрут не субсидируют, вот если троллейбус субсидирует, и зарплату подняли, и все остальное там подняли, то вопросов нет. Автобусы у нас в городе не субсидируют, и если мы сейчас говорим о том, чтобы там семерка начала работать, то грубо говоря заработать на семерке, нужно там, я не знаю, по тысячу рублей в день доплачивать на машину. 10 машин и 3 миллиона в год. Вот и все. Значит, давайте вы храните соответствующие рекомендации, в том числе и субсидирующимися тарифами. Ну вот с этим мы и уходим. Почему Энгельс поднял тарифы? Энгельс поднял тариф, поднял тариф. Сарацик, там у них, наверное, по механизму немножко с оттяжкой идет, поднимает тариф, поднимает тариф. У нас на сегодняшний день проект муниципальный, поднимальный человек, но молчит. Он сегодняшний день уже, время пришло, говорит о реальных вещах. У нас в городе, у нас с учетом... Сегодня мы решили вопрос по водительным троллейбусам и автобусам БЭЗИ. Но поверьте мне, в городе автобусов 40 сейчас стоят исправно, готовы выйти на линию, но нет водителей. У нас сейчас лучше купить водителя, то есть тяжелее купить водителя, чем купить автобус. Автобусов полно, не к проработку.